Ну вот, 3 ноября мы с дочкой в 4 часа утра пошли на прогулку, в принципе, на прогулку пошли вверх. Ребенок пошел немножко впереди, я отстала. Маленькая собачка, маленькая, небольшая, я хочу сказать. И она накинулась на ребенка. У меня дочь, во-первых, это не поняла, она прошла, ребенок прошел, но собака сзади подбежала, тяпнула. Ее спасло то, что у ней были джинсы. Она вцепилась в собаку, собака вцепилась в ребенка, в дочку. Она тяпнула и пошла, как вот, ну, как вот иногда крокодил хватает, вот он идет. Спасло то, что на ней были джинсы. Укус очень вообще такой сильный произошел. Нога сразу оттекла, она сразу у нее посинела, раздулась. Ну, в Третьсоветскую вот мы приехали в Трохпункт. Сразу вот нам посоветовали за собакой следить. И в течение трех месяцев 6 уколов сделать. Вот эта собака не первый раз кусает. То есть уже известна была? Да, потому что я начала сразу ходить по дворам. Там я искала, чья собака, чтобы ребенку не делали уколы. Ребенку 14 лет, я, в принципе, против прививки, которые, ну, не нужны на данный момент ей. Потому что такой возраст. Ну, вот я считаю, там, что вот собак очень много развело здесь. Приехали в ПДН, полиция приехала. В школу сообщили администрации, все звонили. Помощь предлагают. Собаку нашли на пятый день, отловили. Кто этим занимался, вы знаете? Да, отлов собак, кто делает, они ее за это нашли. На пятый день я вместе с ними ездила, мы нашли собаку, потому что я за ней ходила. Ногу раздул очень сильно. Накладывали швы, вот поэтому пока вот наблюдаем в врачах. Очень много собак, их чипируют, а они голодные. Собаки большие еще никак, а вот маленькие начинают, а большие кидаются. Маленькая кидается. Ребенок у меня просто прошел, и она вот как тык-тык-тык начала ехаться. Я считаю, что надо очень этим заняться. У нас здесь очень много в заводском.